ребят всем привет сегодня у нас выходной начались предпраздничные дни мир мая труд в китае в общем праздник и у нас сегодня в общем выходной мы вышли погулять к сожалению не получилось вырваться куда-то там деревню были не в общем все билеты были раскуплены собиралась общем грандиозная поездка с агатой с джеком с детьми мы естественно хотели поснимать какую-нибудь деревню либо еще что-то но не получилось потому что китай очень большой трафик что вы тут лазите этот конфеты джек порекомендовал посетить одно интересное кафе одного блюда и мы это дело естественно заснимем за обзорим кафе называется вот так вот это рыба в общем сегодня мы за обзорим это место с нами сегодня джек катя и мы сейчас выбираем рыбу мы решили одну острую и одну не устроить 3 пусть ребята это железная эмалированная кружка круто столица такой кружки не пил вау чай вкусно джек это учитель наших детей который делает домашние работы с ним подошел работников и и джек общем с ним общается спрашивают такое в самое вкусное блюдо топчик этого кафе в общем он кое-что там подсказал они выбрали и весь заказ осуществляет джек будем в общем пробовать то что он на закажу жака джарина баклажан лучшим а мы доверяем твоему вкусу джек заказываю я надеюсь ты меня понял да кстати смеялась говорит наверно он уже а наверно он скоро научится говорить да нет привет пока я говорю это уже слишком просто для него скоро он сможет поддерживать беседу кстати с джеком мы общаемся на английском языке я естественно не особо говорю а катик немного говорит и принципе вы друг друга понимаете переводчик молодец просто посреди здесь какие порции здоровые и быть в этом блюде очень много-много перцев ты почувствовал когда мы туда зашли запах перца запах очень клёвый очень вкусно все едят все потеют здесь работают кондиционеры повышенная здесь температура это из-за перца так учу заказали остро не остро заказали почему потому что джек не ест острое у него болит горло и дети какой-то ненастоящий китаец да получается транслейт ему делай давай если за 18 минут не принесут блюда то меню бесплатно все что мы закажем бесплатно и я думаю что нужно будет тут помочь джек предложил принесли такой комплимент сушеные фрукты и орехи так принесли наше блюдо время к сожалению и не истекло даже половина выглядит обожаю вот этот зеленый перец принесли нам два блюда заказаны одно острое блюдо 2 не острый джек там пересел в общем будет пробовать кушать свою не острую еду потому что у него проблемы с горлом дети тоже наши будут пробовать не острую еду и принесли к этому блюду сырые овощи грибы и там что там картошка редиска и так далее в общем надо нужно закидывать их в этот противень снизу горит огонь и у нас сейчас это делать все закипит и можем сейчас в общем добавлять это будет все вариться и потом когда ты будешь есть рыбу работа потому что рыба уже готова пока варится вот эти вот все вот штучки можем кушать рыбу хватит болтать приступаем к дегустации рыбы но выглядит потрясающе ты посмотри сколько перца зеленого вообще вообще просто шедеврально выглядит а запах а вы ребята сегодня даже и мы не думали что у нас получится какой-то выпуск про еду но джек сказал посетим очень хорошую кафе интересная с одним блюдом до кафе одного блюда и он порекомендовал что здесь очень вкусно блин я просто закинула просто там растаяла я бы сказал бы это остро да джек помогает закидывает общем нам овощи это маленько поварить потому что картошка сырая когда я попробую бульон но я посмотрел ребята сидят за соседним столом они смотрю бульон не едят видят я да я смотрел они едят ну и как бульон вообще ребят я пробую бульон кать а как ты после этого выжила нормально то что но это сильно устакать слышь от это ешь какой вкусный он реально очень он прям сильно прям наперченый на просто посмотрите на это количество перца что ему что уберем а перец я предлагаю брать его он конечно все удобно и я буду пробовать рыбку очень сочная очень вкусная солененькая чуть-чуть остро да чуть-чуть вообще не остро вкусно да очень вкусно вкусно джек нам подлазил рыбки да мы еще до сих пор заняты уборкой перца перца мы рисуем да просто посмотрите здесь не экономят на перце и бульон очень перченый очень такой прям вкусно но я не знаю мне кажется душу ожог желудка будет так джек не положил полечка покажи мне джек не положил рыбку с вашего противня она не острая должна быть я хочу попробовать и он стал что в этой рыбе мало костей вкусно потому что у вас не менее вкуснее чем у нас все то же самое только у нас острее вот только у нас получилось перца а я хочу попробовать бульон с их противня он у них такой маленько сладковатый и такой густоватый маленечко у них и совершенно не острый мне у нас бульон больше нравится хотя он да и острый ахахаха у нее вот интересно что это за рыба кати вот вот ну сколько я вот уже ем ее да я до косточка не попалась мне Мама, так у меня очень удачный день. Сегодня, я очень считаю, удачный день. С нами пошел Джек, и так как он китайец, так как он местный, он нам подскажет, где вкусно, да? Какие-то новые блюда мы для себя откроем. И вот я сегодня, кстати, сделал открытие для себя. Да, очень интересно. Да, здесь мы для себя открыли еще одно кафе выходного дня. В общем, можем приходить сюда и с детьми дегустировать рыбу. И не только, как выяснилось. Дети прекрасно едят рыбу, она без костей. И прям я вот рекомендую, если вы с детьми, посетить Ника. Рыба не острая? Какая не ест. Вкусная? Ты ешь? Она кушает. Да. Давай, вот смотрите, я там за тобой ухаживаю на Джек, смотри. Грибочки. А, Поля, тебе что-нибудь добавить есть? Ей понравился баклажан, смотри, она уже половину съела. Я вообще люблю такие сети ресторанов, потому что они вот работают не на количество, а на качество. То есть, если они открылись, у них все по фуншую, все как надо, понимаете? То есть, у них есть какие-то стандарты, какие-то нормы. Но если вы пройдете в другое кафе, я больше чем уверен, там будет так же вкусно, как и в другом вам кафе, допустим, понравилось. Ну, в смысле, этой сети. Что вы говорите? Ника спрашивала, почему тут людей очень много? Да, а потом он говорит, потому что тут место очень большое. Ну, и потому что вкусно, наверное, да? Да, вкусно. Да, вкусно. А, я сейчас спрашивала, ты любишь это кушать? Он сказал, да, я обожаю это кушать. Я сказала, правда, он сказал, честно, правда. С едой мы закончили, не доели много, много нас заказали. И сейчас пойдем куда-нибудь погуляем. Из одного торгового центра идем в другой торговый центр. Это прям целый район, я смотрю. Тут машина сломалась. Смотрите, терраса такая. Хватит там трогать, пошли вживую все это посмотрим. Пошли. Мне очень нравится, когда все маленькое. Вон тот город, который был маленький. Я тебе говорю, пойдем посмотрим на это все вживую. Продолжение следует. Сейчас ребята в общем поднялись на второй этаж И здесь различные кафе и везде посмотрите просто очереди Вон там очередь, там очередь И Джек говорит, что сегодня скидка 50% на все кафе И поэтому такой вот ажиотаж Здесь проходит такая благотворительность За 28 юаней можно приобрести вот такую игрушку Ну на выбор в общем, да? И также можно набор купить из 4 или даже 5 игрушек И деньги эти пойдут куда? Для детей, у которых проблемы с сердцем Мы в общем сделали вклад Сегодня, ребята, открытие и происходят всякие вот такие вот мини-представления То есть везде в какой-то локации что-то происходит Сегодня очень клёвый день Мы купили чудики С нами за ручками наши чудики были Очень клёвый Мне ещё понравилось, как он тут человек вот так держал этот шар И сегодня к нам придёт домой кошечка Ну и всё, ребята, мы уходим с этого места Погуляли, возвращаемся домой Ой! Поехали. 她不怕,她很喜欢这个,她很喜欢老鼠,因为她不可爱,就可以了。 呃,不是,我很怕。 呃,我很怕。 那个医生,你怕吗? 那个孩子就跟我们俩一起,很久了。 听说你很怕。 十九千万。 Lina说这个战士东西啊。 她说我吃得那么多。 好像那个蚊子的一样。 真的? 真的。 耶! 我会想你。 谢谢Jack今天。 而且非常美味的鱼。 谢谢。 再见。 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 找神的行李宝奇. Ой, тихо, напугали, напугали Тихо, 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 дайте ей выйти Ника, не трогай, подожди Пусть она понюхает походу Какая она милаша Я пойду ее подарок принесу Он такой хорошенький, красивый Она Это девочка В общем, сказали нашим друзьям, что мы хотим Животное завести На самом деле, дети хотят больше всего Но так как мы находимся в Китае Мы всегда постоянно в каком-то движении В перемещении И мы не можем себе позволить животное Потому что это большая ответственность И мы сказали, что мы бы взяли понянчиться На небольшое время На 5 дней Да, буквально, вот они на 5 дней уезжают И нам дали животинку Животинку Поиграться, так сказать Мы будем к ней Ева Мы к ней будем хорошо относиться Ей сейчас очень страшно Она в новом месте находится Она смотрит, смотрит Дайте ей походить Походить Шерсть Это очень замечательно Это очень замечательно Ева Я думаю, вот Ега Она какая-то погрязнена Вале Ева Вале У тебя будет туалет здесь Беги в туалет Она правда в туалет хочет Да, она может быть кружилась Так, все В общем, с туалетом мы определились А корм? Корм я предлагаю вот здесь поставить Вот здесь Кушать Кушать Ева Кушать Все Так, не мешаем девочке Все Кушать есть Пописать есть Все Мы тебя ждем Сердце слышно? Да Вот так У него тоже сердце есть Ну, конечно У кошек тоже есть Ну, все, ребята Вот такой у нас получился день Выходного дня Джек нас сводил в очень крутое кафе Погуляли в очень в клевом месте Спонтанно вообще набрели на это место И наш день завершается с кошечкой Если вам понравилось это видео Ставьте пальцы вверх, как обычно Подписывайтесь на наш канал Всем пока Пока Ну, не мучай Не мучай, аккуратненько Пока 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 Пока